Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня уже 16 апреля. Несколько дней я не садилась, не отвечала на вопросы, не читала комментарии. Сами понимаете, мы замерзаем, нас завалило снегом. Вчера показывала ситуацию, тут уже не до таких бесед. Но вот сегодня ночь мы пережили, все вроде нормально. Правда снег идет, но есть время почитать комментарии. Начинаю сразу с такого антидушелюбного комментария от Людмилы Богатыренко. Меня вообще удивляет, когда незнакомые люди сразу на «ты», сразу все пропадет. Людмила Богатыренко пишет. Плохой ты, огородник, в апреле в вашем регионе ничего сеять нельзя. Есть пословица «Месяц май, все в землю пихай». Три восклицательных знака. Тебя послушаешь, все пропадет. Пять восклицательных знаков. Ну, сразу видно у человека, наверное, вероятно подвижная вот такая как-то эта психика. Потому что с таким, к такому ролику, к простому, где я рассказываю, что можно посеять в апреле. Так эмоционально, так и ответы, все пропадет, плохой огородник. В вашем регионе ничего нельзя сеять. Я не знаю, можно сеять или нет, но у нас сеют все. Особенно то, что я уже посеяла и салат, и крест-салат. И редис можно сеять под пленку. Вот сейчас только снег растает, все уже будут сеять. И апрель половину посевов мы уже делаем. В конце апреля люди сеют и морковь, и, естественно, все такие морозостойкие, такие, как капуста на улице, можно сеять на рассаду. Не знаю, что вы имели в виду, Людмила, но если мы в апреле ничего не посеем, в мае у нас образуется пробка, нужно будет сеять все и сразу. А когда один ведешь огород, это очень сложно. Галина Мешкова пишет, вы даже в такой момент шутите, все у вас будет хорошо. Так а у нас без этого никак. Если впадешь в уныние, почитаешь вот таких комментаторов, как Людмила Богатыренко, и действительно, если она пишет, все пропадет. И скажешь, а, наверное, да, все пропадет. Начнешь грустить, и правда все пропадет. Ничего у нас не пропадет, все у нас будет хорошо, на зло врагам. Вот пишет Светлана Сергеева, Новосибирске тоже минус 4. Вот у нас было сегодня ночью минус 3, минус 4. Следующая ночь будет такая же нормальная, а завтра ночью будет минус 7. Вот к этой ночи нужно готовиться капитально. Тут я думаю, что если в теплице около стеночки, может подмерзнуть рассада. Придется отодвигать ближе сюда. А вот Марта Светличная пишет, что по новостям на следующей неделе по Кузбассу обещают минус 17. Но такого ни разу не было. Мне не верится, конечно, что будет минус 17. Будем надеяться, что семноптики, как всегда, ошибутся. Не знаю. Интересно, для клубники в открытом грунте, наверное, нужно накрыть лукросилом, чтобы не подмерзло. Если честно, я не знаю, у меня клубнику я уменьшила, у меня там несколько кустиков. Но и раньше никогда мы ее не укрывали. И единственное, что я помню, что у нас один раз она замерзала, когда обычно цветет. Вот это когда в мае, наверное, бывают заморозки вот такие последние или в начале июня. И были, когда морозы, у нас цветки замерзли. Вот вы знаете, наверное, внутри желтенький же, вот эта серединка. И от мороза они чернеют, ну как, выгорают морозом. И потом она делается уродливая. Но все равно закрывать клубнику не было возможности, потому что обычно выращиваешь грядки большие. А у нас сейчас так укрыто уже вплотную снегом, что укрывать смысла тряпками вот этими, как не тканками, уже смысла нет никакого. Я думаю, что под слоем снега она и так не замерзнет. Вот Екатерина Струневская тут пишет опять, как подписать, не перепутать. Потом Светлана Башева пишет, было плюс 5, плюс 3. Но когда снег на теплице, на самом деле очень остывает от снега. Я вот вчера говорила, что у нас и сегодня также все стенки теплицы облеплены снегом. И там получается, что как холодильник такой. На улице уже не так сегодня будет холодно, но минуса днем не будет. Будет, наверное, 3 градуса, 5. А из-за того, что снегом все облеплено, и как бы холодильник такой, созданный природой. Вот Галина Болдина пишет к видео, нужно ли прищипывать верхушки перца. Сейчас вот перец уже входит в ту пору, когда люди думают, нужно ли формировать или нет. Она пишет, правильно говорит Ольга, повторять несколько раз. Читайте, что пишет производитель. Кто не знает, как формировать перец, всем подсказка. Это пишет Галина. Никогда не формируют острый жгучий перец, не формируют сладкий конусовидный, а сладкий кубовидный формируют обычно 2-3 стебля. Как правило, это перец высотой около метра и более. Я забываю вас отмечать. Дальше. Вот пишет, спасибо вам за ваш труд. Я думаю, что такие огурцы в мешках можно выращивать и без теплицы. Да, вот это видео, как вырастить огурцы в мешках. Мешок можно поставить в любом месте. Я потому и выращиваю в этой теплице огурец в мешках, потому что там у нас внутри, внизу земли нет, бетон, асфальт. Можно на любую забетонированную, асфальтированную площадку, если у вас где-то вдоль дорожек есть место, можно поставить мешок, насыпать земли и высадить там огурец. Главное, что сделать ему возможность куда-то тянуться, зацепляться в какую-то шпалеру. Вот Кубанское подворье пишет про газовый, что я включала на ночь газовый обогреватель. Хорошо, что есть такой прибор. И вот Светлана Башева пишет, напишите подробнее про ваш газовик, где купить. Тут работает на газу, короче, топить замучаешься. Я дала ссылку. Жаль, конечно, что вы не смотрите все видео, которые я вот обо всем, обо всем уже только что говорила, прям буквально в прошлом месяце. И про электровентилятор, про инфракрасный, про газовый. Вот дала ссылку, кого интересует газовый обогреватель. Но я там сказала, что он мне не очень понравился, потому что он большой, большое потребление газа. И он дороговатый, конечно, там около 7 тысяч, что ли, мы отдавали. Но на крайний случай, вот в таких экстренных ситуациях он незаменим. У нас, когда ветер, вот так наступает иногда плохая погода, снег, ветер, и бывает, что отключают электроэнергию. Представьте, что чувствуешь, когда на улице холодно и подогреть нечем, но нет света. Тогда, конечно, электрообогреватель, это вообще спасение. Пишет Людмила Никольская. Тоже сломалась теплица, хотела выбросить, но теперь под подпорки буду использовать. Вот пишет Лорка. У нас прошлая ночь была минус 7, а у меня уже сидят в теплице в земле. Прямо в земле в лунках томаты ранние цветут все, накрыла. Туда конвектор бытовой, ночь выстояли, еще 3-4 ночи осталось. Вот я говорю, что я не стала высаживать, а многие ведь высадили. Они купились, ну как обманулись, вот тем, что наступило тепло. Вот казалось, вот вообще уже лето. Валентина Папина пишет. Я говорила, что закаливание отменила и готова уступить свою кровать, если уж крайний случай будет. Но это действительно так. А куда деваться? Наставим их дома, прямо рядом с собой. Просто они уже, я же их распикировала уже в большие емкости, некоторые в стаканы. Они расползлись по всей теплице. Вынесли, когда мы их, их было меньше, а сейчас их все больше и больше. Занести назад домой мы их уже не можем. Уже нет места столько в доме. Наталья Шульгина пишет. Нужно будет вооружаться, после вас дойдет к нам длинным восточникам. Всю зиму не было ни снежинки, а вот теперь снег не страшен, лишь бы мороза не было. Злата Алексеева пишет. Пролеска выдержит, которая синий колокольчик. Но вот здесь вот пишет. Снег с нее не сгребайте. Какое тут не сгребайте? Ее сегодня так завалило, ее даже не видно. Уже такой слой снега, ни пролесок, ничего нет. Надежда Северина пишет. Всю неделю заморозки ночью у нас укрылись на уборке. Пленкой двойным до минус двух за бортом выдержан. Но обещают еще ниже. Да, вот у нас тоже. Так. Вот Антонина Ковтун тут посоветовала. Если кому надо, прочитайте комментарии. Я весь не буду читать, что про свечку долгого горения. Там есть в интернете, нужно почитать. У меня тоже муж все это смотрел, искал. Как бы в крайнем случае можно будет отопить. И вот тут интересный комментарий. Она пишет. Я сегодня смотрю, у вас скоро 100 тысяч будет подписчиков. Не забудьте, что надо подать на YouTube заявку на получение серебряной кнопки. Вы пишете, не забудьте. А вы у меня спросите. Я знаю вообще про это. Чтобы забыть, это надо знать. Я вообще первый раз слышу о какой-то серебряной кнопке. И если честно, от вас сегодня первый раз увидела, что около 100 тысяч мне вот сейчас в последние дни, конечно, некогда было смотреть вот на все эти цифры. Если честно, я редко туда заглядываю. Но теперь вот буду ученая. Буду знать, что после 100 тысяч дают какую-то серебряную кнопку. Правда, еще смутно понимаю, что она дает этому хозяину канала. Но будем пользоваться. Есть такая привилегия, если значит будем просить серебряную кнопку. Надежда Клевова пишет. Везет вам, а мы сидим дома морозные ночи. Рассада уже высокая. И даже днем не выношу, боюсь переломать. Вот поэтому-то я и не хочу ее заносить. Я уже объясняла, что она высокорослая. Они некоторые высокие. Пока они стоят, друг друга поддерживают. У них все нормально. Только убери крайние ящики. Остальные могут завалиться, как домино. И пусть уж лучше им будет немножко как прохладно там. И пусть немного я газа лучше сожгу. Я эти 300 рублей и страчу, чем переломать всю рассаду. Конечно, жалко. Все это выращивается же для раннего урожая. И когда некоторые вот пишут, что зачем тогда рано сеять, раз такие мучения. Так ну а как нам иначе в сибирском регионе получить ранний урожай? У нас каждый год так. У нас не просто выращивание томатов. У нас борьба за урожай. Мы вот весной боремся с весенними морозами. А осенью уже как-то надо уберечь от осенних заморозков, от первых. У нас лето очень короткое. И для томатов с продолжительным вегетационным периодом, а сюда входят все крупноплодные, все вот эти вкусные, так называемые биф томаты, высокорослые. Они у нас не успеют вызреть, если мы будем ждать весной, когда кончатся морозы. И потом осенью будем, ну как собирать их до морозов. Это просто будут зеленые попрыжки. Все. Надеюсь, все обойдется. Желаю удачи. Елена Александровна пишет. Пишет, вот Ирина, отправляете семена в Германию? Я написала, да, отправляю. Но это про семена сейчас, конечно, я вообще даже о семенах никаких не думаю. Это все будет с 1 августа. Нам сейчас главное вырастить то, из чего можно собрать семена. У нас еще, видите, какая ситуация завалила всех. Неудивительно, Алтай, пишет Галина Ковалева. У нас в Подмосковье вчера сегодня выпал снег 35 сантиметров. Ничего себе. Так это точно по колено. Жаль, не могу показать фотографию. Все желают вот теплой погоды мне, моим томатам. Я тоже, вот я сегодня уже снимала видео в теплице. Я желаю всем, вот все меня поддерживают. Я тоже хочу всех поддержать, кто в такой же ситуации, как и я. Я уверена, сейчас полстраны сидит под снегом. У некоторых еще тревожнее настроение, чем у меня, потому что кто-то вообще уже высадил в теплицу, и они сидят в земле. Это еще страшнее. Своей я могу, как я вчера говорила, будет, если крайняя ситуация. Я занесу, даже на кровать можно поставить, или где-то там на кухонные шкафы, на стол, на обеденный можно разместить. А если у кого в теплице, это вообще еще страшнее. Выкапывать и выковыривать их не будешь. А если отключат свет, электроэнергию? А если ничего такого нету, вот как газовых обогревателей? Ну только на свечах. Всех поддерживаю, всем желаю выйти вот с этой, как сказать, из этой схватки с непогодой победителями, чтобы ничего у нас, ни одно растение не пострадало. Все, конечно, глядя вот на такие сугробы и на живые растения, которые в сугробах закопаны буквально по уши, засыпаны, конечно, это ужас. Человек испытывает, что как это так, все уже выросло, и тут раз снегом. Ну так бывает каждый год и всегда. У меня, когда я высаживаю в тоннеле, иногда уже в открытом грунте, так завалят, один раз было минус 7, и ходишь вокруг, а скулишь, а ничего не сделаешь. В тоннелях, когда в открытом грунте, там же вообще уже как не выковыришь назад, ничего. И я знаю, я когда смотрю, вот как на заснеженные тоннели, и вот минус 7 у нас был мороз, я знаю уже прекрасно, что по периметру все замерзнут саженцы. Это вот с торцов ряд, первый, последний и крайний, вот по длине замерзнут. Знаешь и ничего сделать не можешь. И даже открыть, посмотреть не могу, потому что как только откроешь, туда холодный воздух зайдет, там у них хоть более-менее тепло, они там надышат. Конечно, ужасные такие переживания, но все это мы делаем, все это мы испытываем каждый год, и каждый год все это повторяем, потому что иначе ничего больше не вырастешь. Это хорошо, когда у кого 40 или 100 корней, а кто конкретно занимается огородом, у кого большая масса растений вот этих, мы каждый год одно и то же это переживаем, потому что у нас выбор или оставить дома на окнах, она вообще вытянется, пожелтеет, или выносить на улицу, или вот так высаживать, чтобы немножко, чтобы был шанс им спастись. Ну, всегда все кончается, все равно заканчивается хорошо, потому что какие-то потери есть, но основная масса выживает. Ни разу не было, чтобы погибло все. А вот с Кубани, пишет Татьяна Иванова, «А у нас такой град насыпал», Наталья Петренко пишет, «Я видела ролик «Град с яблоком», это такая жуть. Так это еще ужаснее, чем у нас снег. Лучше пусть будет мягкий снег, чем такой град». У нас был град, который пробил всю мою эту теплицу, дырка. А вот Лена Трищенко пишет, «Столько лишней болтовни, отпало желание смотреть». Дизлайк. Но я думаю, Лена, что у вас отпадет и желание второй раз заходить, потому что каждый выбирает того автора канала, который им нравится. Если вам не нравится и вы даже не можете смотреть, ну, вам, значит, нужно выбрать просто другой канал. Все. Потому что мы здесь вот собрались, все единомышленники, единомышленники, все на одной волне. И я знаю прекрасно все свои вот эти огрехи, все свои и оговорки, и перескакивания с мыслями на мысль, потому что времени мало, всегда ограничено. Хочется вот в этот маленький кусочек временной впихать побольше информации, а получается еще хуже, как всегда получается наоборот. То не договорю, иногда повторю два раза, иногда то, что хотела сказать, самое главное забуду. И я знаю, что вот это вот наше общество, которое здесь собралось, оно ко мне лояльно относится и прощает все вот эти мои иногда ошибки, потому что я сразу говорю, я не диктор телевидения, у меня и дикция не идеальная с этими, с ошибками. Есть у меня даже, есть такие жестокие люди заходят, особенно мужчины, даже передразнивают, что вот я так картавлю, говорю, там были и комментарии, и зубы надо вставить, а то шипишь. Я все это уже сквозь, так, пропускаю мимо ушей, удалять приходится этих людей. Но у нас теперь сейчас остались все люди, которые не обращают внимания ни на мой говор, ни на мои, они умеют, научились улавливать суть мою. Они видят действительно, что я от всей души хочу всем помочь, особенно начинающим. Я такая же, как вы, у меня такие же проблемы. Я никогда не выращиваю, как эту рассаду, как на выставку, на показ, чтобы была просто красивая рассада, и все бывает всякое, и худая, и длинная, и бледная. У меня все те же самые проблемы, что у вас. Вот сейчас всех засыпало снегом, и нас засыпало. Если подмерзнет у вас, например, рассада, то у меня тоже обязательно подмерзнет, потому что у меня те же самые проблемы. Я говорю, что я не сижу где-то в кабинете и лекцию читаю за столом, рассказываю о том, что у меня происходит. Бывают и неприятные случаи. И я начала вот, из-за чего это говорит, что для кого-то много лишней было там, да, я иногда очень подробно, и по нескольку раз, кому-то, кто-то это не выдерживает. Ну, кто это не выдерживает, значит, это просто, это не ваш канал, и это вам не нужно. Вот Алексей, Алекса пишет, когда я про монофосфат говорила, да, такое случается, что, а у меня на пачке другая топлица, и ни первой, ни второй подкормки там нет. То есть нет описания про подкормки, дозировки. Но иногда бывают разные, да, они же как меняют вот эту упаковку, иногда усовершенствуют. Может быть, у меня более поздний вариант, может быть, они по, так сказать, по просьбам вот этих потребителей, может быть, вставили вот эту дозировку про первую подкормку, про вторую. У меня очень подробные инструкции вот на этом монофосфате калия. А бывают, я сама встречала удобрения, один раз одно описание, а другой раз вообще безо всего. Просто написано, что остригайтесь, там, мойте руки, чтобы в глаза не попало. Лана Ершова пишет, вот там, где мне внук помогал, где я салат сеяла. Внук в этом году в школу. Какая школа? В огороде столько дел, тоже любит бабушке помогать. Ну, тут все желают. Пётр Войцешко пишет, дай бог пережить растишком. А вот Наталья Сечина пишет, а у нас в Италии похолодало, всего плюс 15, а Светлана Башева пишет, а у нас всё лето плюс 15. Видите, какие разные у нас погодные условия. Разные регионы. У нас, кстати, много здесь иностранцев, и у них иногда тоже такие же проблемы, как у нас. Вот у меня с Америки зрительница выписывала семена, где-то живёт на границе с Канадой, и она говорит, у нас климат такой же, как в Сибири. Тоже ничего не растёт, вот эти сибирские томаты им подошли идеально, и вот такие же холода у них весной, всё одинаково. Вот, а ещё свечка меня обогревает, правда, сама не пользовалась. Свечки, оказывается, подходят не всякие. Тоже вот здесь даётся ссылка, кому интересно, можете почитать. Я сама потом почитаю. Пишет Евлена Ковалёнок, в Питер идёт тепло. Татьяна Вустрикова пишет, накройте тканью. Таня, мне накрыть тканью их невозможно, у меня вот они стоят, тут два стеллажа, с другой стороны два стеллажа, четыре стеллажа, и они некоторые такие высокие, что я боюсь, у меня есть не тканка, я боюсь, что если накину ткань, или потом буду снимать, я могу их поломать. Пока будем так терпеть. Вот интересный комментарий, сейчас прочитаю. Вы сами себе противоречите. Вы сначала говорите, что огурец категорически не любит пересадку, тут же говорите, что пересаживаете в ёмкость 0,5, а зачем делать двойную работу? Огурец прекрасно выдерживает пересадку, когда у него 3-4 настоящих листа, и незачем так долго выращивать в домашних условиях. Я тоже давно выращиваю, всегда с урожаем, всего вам доброго. Вот Галина Милёхина пишет, пересадку с перевалкой не надо путать, и это действительно так, потому что я не говорила, что я пересаживаю, ну может я говорю, что пересаживаю, но имею в виду перевалку. С 200-граммового стаканчика я вчера делала, в 500-граммовый я делаю щадящую перевалку без разрушения земляного кома, без повреждения корневой системы. Он почти не чувствует эту перевалку, нормально переносит. Мне очень интересно, когда люди пишут, незачем так долго выращивать в домашних условиях. Оль, ну вы откуда знаете, есть мне зачем или незачем? Ну вам незачем, вы не выращиваете, я выращиваю. Я всегда показываю только то, что делаю я. Я же не говорю вам, вот делайте точно так, как я, выращивайте целый месяц вот эту рассаду, и будет вам все хорошо. Я никогда, у меня даже нет таких выражений, что сделайте как я, иначе ничего не получится. Я выращиваю долго в домашних условиях, опять же, для того и потому, что мы слишком долго не можем высадить их, потому что у нас холодные и погодные условия, и поэтому выращивая долго в домашних условиях, я приближаю вот это получение урожая, и делаю это для того, чтобы уже огурцы, первые огурцы хотя бы, можно было уже в мае сорвать, и внука порадовать. Все это делаю для этого. Я же не выращиваю все огурцы в домашних условиях, долго и долго. Но тут делает каждый так, как хочет, и мне странно, что когда кто-то говорит, что незачем выращивать, ну у каждого свои условия, свои. Если у меня, например, холодновато в теплице, так он у меня лучше дома вырастет. Какая разница, будет он в теплице это расти, или все это делаем только для того, чтобы получить ранний урожай. У нас очень поздно приходит тепло, и поэтому пусть они растут-ка дома. Лучше посадить позже, вот она же пишет, и высадить с тремя-четырьмя листьями. Но для меня лучше не так, как вы говорите. Догонит, мучается на окне. Но у меня на окне не мучается, у меня специальный стеллаж с подсветками, с лампами. Рассада получается прекрасного качества, и в месяц она выглядит хорошо. Они не желтые, они не вытянутые. Если есть условия, почему бы не вырастить? Я никогда не говорю, что вот мое мнение единственное верное, и меня всегда поражает, когда люди, вот высказывая свое мнение, они правда считают, что нужно делать только так, и их мнение единственное верное. Но вот из этих комментариев я поняла, что Ольга, вероятно, считает, что нужно делать всем так, как она. Но так не получается никогда. Так, Валерий Пряхин пишет, а у нас в Поволжье, в Парнике плюс 42. Да. Вот Наталья тоже пишет, держу кулачки за тысячную подписчика. Вот как мы сейчас все это почитали, в основном, конечно, все комментарии связаны вот с этим похолоданием, с плохой погодой. Все люди делятся в разных городах, города разные, но проблема у всех одна и та же. Новосибирск пишет, снег обошел стороной Татьяны Смирнова. Очень странно. Обычно у нас, если так, то в Новосибирске всегда тоже так же. Так, вот про нетканку. Я уже тоже говорила, что сложно накрывать, они у меня уже высокие, их много. В Казахстане тоже выпал снег, и холодно. Жозефина Рос пишет, не нужно никогда торопиться, хотя очень хочется. Но как не торопиться, лето пройдет, а мы все будем ждать, когда у нас тепло. В Челябинске утром минус 8, а снега нет, Светлана Исупова. Ждем снег во вторник и среду. Татьяна Османкина пишет, почему-то нет, сорт Зазоли меня очень разочаровал. Сухие, скукоженные, сморщенные. Почему, я не знаю. Мне кажется, сорт Зазоли очень вкусный, и сморщенных я не видела, скукоженных. Потратила в пустое место в тепличке, не советую сорт вообще. Но не советую сорт вообще, я всегда говорила, не нужно так писать, потому что, возможно, у вас получился так, этот сорт, а у других получится совсем по-другому. Нужно просто говорить, что вот у меня он не получился, я его больше выращивать не буду. А я вот много лет выращиваю Зазоли, мне нравится, я для раннего урожая всегда его высаживаю. Мне нравится, что у него большие вот эти плоды, именно масса большая. В ранний период это очень ценно. Когда маленькие вот эти корнишончики, их ждешь, их надо 5 штук, а этот один сорвешь, он не старится, он, как у него, семечки не укрупняются, семенным не делается, и всегда они такие массивные, хорошие, сочные и ровненькие. Вот прям как из магазина, и пахнут вкусным. Спрашивают, как пекинка поживает. Пекинку завалило, ее даже там не видно, там не то, что пекинку, там даже уже луночек не видно, которые я показывала. Вот пишет баба Люба, что совершенно верно, в июне можно получить красные томаты и в нашей Тюминской области, ну конечно в теплице, ну конечно это про теплицы. Мы рядом в Хакасии, то же самое, только снега по колено, каша в огороде, мама расстроена. Это про похолодание все. И у нас точно так же Павлодар, Казахстан. Ну все, мы про все, Галина Левинская пишет, ужас, а у нас магнолии цветут, сегодня было плюс 26, даже не верится. Ну все, как мы поняли, что все вот эти последние комментарии, они все про снег, они все про плохую погоду, и откуда бы они, ну вот, по крайней мере с наших, вот Кузбасс, там все вот эти, вот Урал, у всех холодно, все ждем потепления. И вот пишет Валентина Гоценюк, в центральном Казахстане такая же погода, даже на Казахстан распространилась, в теплице взошла капуста и редис, обещают минус 8, это, конечно, ужасно, но с другой стороны, как говорят, у природы нет плохой погоды, должны и к этой погоде мы привыкать, но к ним привыкнуть, к такому ужасу невозможно, конечно, особенно когда что-то уже посадил, что-то посеял, надеешься на лучшее. Я поэтому два дня назад и снимала видео, и говорила, что я буду ждать 22 апреля, потому что все-таки вот эти вот прогнозы, долгосрочные, они хоть и не совсем точно сбываются, но если прогнозируется вот такое массовое похолодание на многих районах, то к нему надо прислушиваться, я всегда так делаю, но я уже настраиваюсь на то, что 23-го, может быть 24-го, буду высаживать уже в открытый грунт томаты в тоннели, под пленочные укрытия, в холодные вот такие сооружения, ничего, снег растает, очень хорошо, грунт будет влажный, до свидания, желаю всем пережить вот эти морозы, сегодня, я вчера переваливала огурцы в большую тару, сегодня покажу, как я это делала, и сейчас выложу ролик, а, ну сегодня уже сняла ролик, что у нас ничего не изменилось, нас также заваливает снегом, вся теплица облеплена снегом, огород весь в снегу, и до пятницы у нас такая погода, так что всю неделю мы будем сидеть в сугробах, все, до свидания, желаю всем хорошей погоды, скорейшего потепления, и, конечно, хороших урожаев, вот этот снег, может быть, нам даже поможет, что увлажнит наши огороды, конечно, лучше, чтобы он ничего не заморозил нам, будем надеяться, дальше. Продолжение следует...